Эта история могла закончиться трагически. Не окажись рядом человек, который, не задумываясь, бросился на помощь к погибающему ребенку. В следующем сюжете речь пойдет о происшествии в Калининском районе, недалеко от Твери. В деревню Таваново, недалеко от поселка Новая Орша, Михаил Вострухин приезжает проведать сына. Он гостит у бабушки в период пандемии. В этот день Михаил был в огороде, когда услышал отчаянные детские крики «Помогите!». Увидел в воде ребенка, потому что он утонул чуть раньше по течению. Мне показалось сначала, что это кто-то из мальчишек уже или из взрослых ныряет, пытается найти того, кто утонул. Но потом увидел, что это уже тело мальчишки, которое просто по течению несет, переворачивает. Ну, локоть вверх, голова вверх, голова вниз. Ну, а дальше дело техники. Скинулся одежду, прыгнул. В этом месте у Орши очень сильное течение. Михаил рассказывает, вытащить мальчика на берег оказалось проблематично, но сумел. Ребенок был без сознания. Как врачи сказали, что он был в состоянии уже клинической смерти, губы были синие, глаза открыты, полностью везде вода. Насколько помнил, начал пытаться оживить ребенка, откачать из него воду. И где-то, наверное, минуты две вот эта процедура длилась. Когда мальчик пришел в сознание, он смог назвать свое имя и рассказал, что с друзьями приезжал на берег Орша из поселка Орша. Вроде все хорошо. Единственное, что мальчишка воспаление легких подхватил. Две недели лежал в детской областной больнице. О том, что едва не лишились сына, в тот же день узнали родители мальчика. Они нашли Михаила, чтобы лично сказать ему слова благодарности. Мальчишка, которого зовут Ярослав, с говорящей фамилией Несмеянов, если я не ошибаюсь, да, Несмеянов, лично мне пожал руку, сказал большое спасибо. Сейчас Ярослав с родителями отдыхает на юге страны, восстанавливает после случившегося здоровья. Родители мальчика признались, не думали, что маленькая речка Орша так опасна. Река Орша, которая является по сути мелкой рекой, с небольшой глубиной, даже в ней можно, как показывает практика, утонуть совершенно спокойно, потому что дно непредсказуемое, течение непредсказуемое. Рассказывая эту историю, Михаил выразил надежду, что случившееся убережет от беды других детей и подростков. А мы еще раз хотим обратиться к родителям. Будьте внимательнее к своим детям, не оставляйте их без присмотра, чтобы незабываемые дни летних каникул не обернулись бедой.